Сегодня в фокусе нашего внимания динамика двусторонних отношений Беларуси с нашим большим соседом из блока Евросоюза, Республикой Польша. И мы сегодня будем слушать два больших доклада, посвященных разным аспектам наших взаимоотношений, после чего надеемся на интересную и взаимодополняющую дискуссию. Я с удовольствием представляю наших сегодняшних спикеров, которые будут презентовать свои работы. Слева от меня это Кшиштоф Мрозек, фонд имени Стефана Батория, Варшава, который расскажет о политических аспектах взаимоотношений и об изменениях в политических взаимоотношениях Беларуси и Польши в последние годы. И также присутствует здесь Андрей Елисеев, это East Center, Минско-Варшавская и Белорусско-Польская организации, которая затронет аспекты миграционных изменений в миграционных связях и миграционных отношениях Беларуси и Польши. Немного контекста. Как известно, нападение России на Украину в 2014 году привело на Западе к некоторому пересмотру характера, динамики, методов взаимодействия с Беларусью. И надо сказать, что с некоторыми оговорками Польша тут была в фарватере уже на тот момент. В 2015 году в Польше произошло крупное внутриполитическое событие, приход к власти партии право и справедливость, закон и справедливость, которая благодаря своей победе на выборах смогла сформировать правительство большинства. И одной из характеристик внешней политики этого правительства явилась более широкая, что ли, прагматизация отношений с Беларусью, что выразилось в увеличении количества официальных контактов на разных уровнях и многих других аспектах. О них подробнее и расскажет сегодня Кшиштоф, который представит доклад «Перезагрузка и продолжение. Политика правительства ПИС в отношении Беларуси и Кшиштоф». Отношения Беларуси и Польши за последние 20 лет всегда были сложными. Но они стали еще сложнее с декабря 2010 года. И после того, что происходило в Минске после президентских выборов и после введения санкций против Беларуси и Европейским Союзом, также по «Инициативе Польши», отношения между Беларусью и Европейским Союзом и в частности между Беларусью и Польшей фактически не существовали. Существовали на очень низком техническом уровне. Ну, уже примерно 2013 года две стороны начали искать выход к какому-то диалогу, искать возможные связи. Начали с первой встречи на уровне вицеминстров, директоров департаментов Министерства Иностранных Дел, Министерства Экономического Развития. Ну, потом, как вы уже сказали, пришел год 2014, как известно, аннексия Крыма, Россия и вторжение России в Восточную Украину. И тогда две стороны осознали, что отношения между Беларусью и Западом необходимы. Необходимы для Минска, потому что беларусские руководства увидели, к чему способен их восточный сосед. И необходимы Европейскому Союзу, потому что это было бы крайне опасно для системы безопасности Европейского Союза, если бы Беларусь стала полностью под влиянием России либо в результате военного вторжения, либо в дальнейшем развитии сотрудничества. И так с 2014 года начались интенсивные встречи, переговоры между Минском, Варшавой, между Минском и Брусселем. Потом пришел год 2015, как вы сказали, к власти пришел ПИС, право и справедливость. Это консервативная правая партия, которая получила абсолютное большинство мандатов в Сейме и Сенате, в парламенте Польши. И право и справедливости нужен был успех на международном фоне. С самого начала начался конфликт Польши с Европейским Союзом, ухудшились отношения с Германией, главным союзником Польши на международном фоне. И ПИС нужно было какой-то success story. И уже в 2016 году в выступлении в парламенте Министр иностранных дел Вашиковский сказал, что Белоруссия является среди приоритетных стран, с которыми Польша будет развивать отношения. Польша важна несколько область политики по отношению к Белоруссии. Во-первых, это политика памяти. Многие долгие годы Польша не находила понимания в Минске к своим требованиям защищать память место Пахарон Кладбища полских военных, которые погибли на территории Белоруссии во время Второй мировой войны. Места казни Палиаков, которые погибли во время войны. Очень важно для Паршавы защищать право польского меньшинства, а также развивать экономическое сотрудничество и инфраструктуру между нашими странами. И тут новое польское правительство среди разных политик восточного партнерства хочет развивать политику connectivity, политику развивания связи между Европейским Союзом и странами восточного партнерства. В том числе и с Белоруссией. Кроме того, правительство права и справедливости очень заинтересовано участием Польши и восточных соседов в проекте «Один поезд, один путь» — это китайский проект ускорения и увеличения грузовых перевозов между Китаем и Европейским Союзом. В Белоруссии тоже важно экономическое сотрудничество, потому что снизились связи с Россией, связи с падением российской экономики после введения санкций, а также развития транспортной инфраструктуры, так как Белоруссия хочет быть транспортным хабом для восточного партнерства, где собираются товары с разных стран и отправляются из Белоруссии через Польшу во ввес Европейский Союз. Политика перезагрузки достигла несколько успехов за последние три года. Можно сказать про многие визиты высокого уровня между руководствами Польши и Белоруссии. Мы можем заметить рост торговли, который почти уже достиг уровень с передвижения санкций. За последние три года выросли двух до почти трех миллиардов долларов США. По сравнению, наш экономический обмен с Украиной составляет более-менее 5-6 миллиардов долларов в год. Удастся нарушить или отменить политическую изолацию Белоруссии на международном фоне. Удастся достигнуть прогресса в политике памяти. Тут очень хорошим примером может служить прошлый год, когда первый раз власти белорусские разрешили повторные похороны солдат Польшой погранслужбы, которые погибли в начале Второй мировой войны, и участие в этих похоронах представителей войска Польшого, которые официально представляли Польшую армию на территории Белоруссии во время этих похорон. Некоторый прогресс мы видим тоже в обучении Польшому языку, хотя все время это еще сложно учить дети Польшого меньшинства Польскому языку в официальной системе образования. Так в школах, которые под контролем Польских организаций, организации Польшого меньшинства, это обучение Польскому языку развивается. И очень важным успехом, на мой взгляд, является то, что независимые круги белорусские, белорусские гражданские общества не опровергают этого развития отношений между Варшавой и Минском, а в своем большинстве считают это хорошим с той точки зрения, что Белоруссия привлекается ближе к Европейскому союзу, а дальше от России. К сожалению, так как есть много успехов, так некоторые дела правительству не удались, и, к сожалению, были тоже ошибки. Не удалось решение статуса союза поляков в Белоруссии, но оно удастся бы не смогло, потому что это настолько сложная проблема признание прав национальных меньшинств в Белоруссии. И так далеко уже зашел этот конфликт с 2005 года, когда белорусские власти сделали свой союз поляков в Белоруссии, который официально представляет поляков перед властями в Минске, и не признали единой настоящей организации союза поляков в Белоруссии, в котором более 10 тысяч поляков, которая самая большая коммерческая организация в Белоруссии, и которая с 2005 года действует неофициально. Однако удалось открыть полскую школу, которая под контролем полской материи школьной, это полская образовательная асоциация, которая более-менее свободно работает с поддержкой Польши, с поддержкой полского посольства, и без проблем со стороны власти. Польшие чиновники оказывают тоже слишком много симпатии и энтузиазма по отношению к своим белорусским коллегам. Белорусское руководство не нуждает таких жестов, а опять и опять. Польшие чиновники, например, спикер Сената Станислав Карчевский, говорят, что господин Лукашенко очень приятный и дружеский человек, который заботится о своих гражданах. Он, как человек, имеет право на такие взгляды, но он говорит о имени полского государства, а полское государство за последних 20 лет насчет белорусского руководства высказывалось по-другому. Глава Института памяти Польши Ярослав Шарек во время визыта в Музее Великой Отечественной войны поблагодарил его руководство за хорошие исследования, за сохранение памяти, хотя Музей Отечественной войны является одним из главных инструментов исторической пропаганды. И, last but not least, Белорусский парламент, который в белорусской системе, в отличие от полской системы, имеет маргинальное значение, стал признаться Польшей. И Польша начала развивать межпарламентские отношения, хотя по поводу серьезных сомнений насчет выборов в парламент Белоруссии, никакая страна Европейского Союза старается с белорусскими депутатами не развивать отношения. Польские власти тоже не избегли от плохой координации своих действий в восточной и в том числе белорусской политике. В последнем году мы все были свидетелями конфликта вокруг финансирования телевидения Белсат, где публично в СМИ и в социальных сетях ругались руководства Белсата и руководство ведомства иностранных дел. И так как финансирование Белсата продолжается, поддержка к белорусскому гражданскому обществу растет, так имидж Польши и взгляды белорусского гражданского общества насчет Польши ухудшились. Несколько слов про рекомендации. Значит, что можно делать, что Польша должна делать, чтобы одновременно развивать отношения с официальным Минском и не подвергать имидж Польши как партнеры гражданского общества и независимых общества в Беларуси. Во-первых, это продолжать поддержку гражданскому обществу, но не только поддерживать те организации, которые за последних 10-15 лет получали постоянную поддержку Польши. Искать новые тренды, новые организации, которые действуют в области развития белорусского языка и культуры, которые борются с стереотипами, в том числе против меньшинств ЛГБТК+, которые в Беларуси официально не признаны группой под угрозой и группой, которые борются с стереотипами. Тем более, Польша должна такие группы меньшинств поддерживать. Можно рассуждать возможность переноса польских домов, это центра польской культуры в регионах под контролем польской мачерзи школьной. Образовательная организация, которая действует в Беларуси официально, в отличие от союза поляков в Беларуси. Надо обязательно продолжать поддержку телевидения Белсад, хотя есть разные взгляды на качество материалов этого телевидения и то, что это телевидение работает в структурах польского государственного телевидения, то и с точки зрения практики, значит того, что это единое белорусскоязычное телевидение в Беларуси с независимыми информациями, которые представляют никакой баланс к российской и официальной пропаганде, которая во всех государственных СМИ Беларуси. То, что отмена финансования или снижение финансирования телевидения Белсад плохо повлияло бы на имидж Польши, а в сегодняшних, в текущих условиях Польша на это позволить себе не может. Ещё одним шагом, который может сделать правительство в Польшае, это возвращение к переговорам на общеевропейском уровне, об обновлении об обновлении односторонного возможностей, потому что Беларуси это единственный народ восточного партнерства, который платит максимальную цену за шенгенскую визу. И если Польша и Европейскому Союзу важно, чтобы больше и больше Беларусов приезжало в Европейский Союз и сталкивалось с другими источниками информации, с другими ценностями, чем те, которые предоставляет Россия, в которую можно въехать без визы, должно максимально упростить и облегчить визовый режим для Беларусов. И последнее, но самое важное, не забывать про ценности. Так как прагматический подход польского правительства к Беларуси надо оценить положительно, развитие отношений надо оценить положительно, так отрицательно оценить надо то, что ценности не появляются в официальных словах Варшавы по отношению к Минску. И за последние три года мы слышали много про развитие экономического сотрудничества, но мы не слышали про то, что Беларусь должна отменить смертную казнь, не слышали публичных вопросов беларускому руководству насчет защиты прав человека, свободы слова или частных выборов. И это отличает Польшу от других стран Европейского Союза и европейских институтов, что во время официальных встреч тема ценности не появляется. Илья потом в СМИ не слышно. Спасибо. Спасибо. Я предлагаю всем участникам здесь накапливать свои вопросы к нашим спикерам. Мы скоро перейдем ко второму докладу. Я пока позволю себе еще один вопрос уточняющий Кшиштоф к вам. Понятно, что коль скоро Польша член ЕС, то потепление в двусторонних отношениях между Беларусью и Польшей проходит в контексте общеевропейском. Как вы уже абсолютно верно упомянули, подходы несколько различаются, поскольку Европейский Союз все-таки делает по-прежнему больше упор на ценности и ценности ставит во главу угла. При этом Польша часто наверное ориентируется больше на принципе реал политик. и ценности говорит гораздо меньше, но меня в данном контексте интересует еще вот что. Насколько качественной по вашему мнению после прихода к власти ПИС в Варшаве является координация внешней политики по отношению к Беларуси между Варшавой и Брюсселем? Она качественная с точки зрения конкретных проектов, значит проектов в рамках инициативы восточного партнерства, развития инфраструктуры между Европейским Союзом и восточным партнерством. В этих рамках координация действий Варшавы и Бруссела надо оценить хорошо, надо оценить положительно. Но в других областях, хотя политика Варшавы вписывается в то, что делает Европейский Союз, то там координации не видно. Спасибо большое. Безусловно, изменения, потепления в отношениях между государствами, а также очень сильно изменившийся региональный фон не могли не сказаться на людских связях и на качестве отношений между людьми. и отражение этого во многом тема миграции. И я приглашаю нашего следующего спикера Андрея Елисеева рассказать про свое исследование о качественных изменениях в миграции между Польшей и Беларусью. Пожалуйста, Андрей, включу презентацию. Добрый день. Моя презентация основывается на недавнем исследовании на идентичную тему с таким же названием на английском языке. И в общем и целом рассматриваю четыре аспекта мобильности между Польшей и Беларусью. Это, во-первых, краткосрочные поездки, не связанные с работой. Тут мы говорим про шенгенские визы. Временную трудовую миграцию, долгосрочную миграцию, включая ситуацию с картами поляка. И положение дел с горемычным местным приграничным движением. В общем, про визы Кшиштов уже затронул вопрос. В общем и целом, Польша как была, так и остается основной страной в плане количества выдаваемых шенгенских виз Беларуси. Мы видим, что в общем число шенгенских виз выдаваемых Беларуси упало в последние годы в связи с экономическим кредитом прежде всего. То же самое наблюдается и по Украине, и по России. Но вместе с ростом до этого времени росла и доля виз выдаваемых Польши, и примерно две трети шенгенских виз выдаваемых Беларуси приходится именно на польское консульство. Более того, польское консульство самое либеральное Беларуси в плане наибольшей доли выдаваемых виз с протяженностью год и более, то есть с долгим сроком действия. В общем, что касается виз, тут тенденции не поменялись за последние годы, просто немного упало количество шенгенских виз, выдаваемых Беларуси, и, соответственно, чуть-чуть упало количество виз, выдаваемых польскими консульствами. Интересная ситуация с временной трудовой миграцией. Я сам из Могилева и часто бываю в Восточной Беларуси в разных городах, Чаусы, Кричев, Могилев. Лет пять назад в этих городах в принципе невозможно было увидеть какое-то объявление, связанное с работой в Польше. Сейчас даже в городах Восточной Беларуси и даже небольших городах можно увидеть объявление на работу в Польше. Это такое видимое отображение тенденции. Так вот, если мы посмотрим на количество приглашений от польских работодателей беларусам, которые выдаются в рамках упрощенной сферы упрощенного порядка трудоустройства, то за последние 3-4 года их количество выросло не в 2, не в 3, не в 5 раз, а в 10-15 раз. Речь идет об упрощенном порядке трудоустройства, которые действуют в принципе уже около 10 лет, но до примерно 2016 года, как видно из статистики, беларусы не очень-то им интересовались и беларусские временные эмигранты находились в основном на российском рынке труда. Ситуация радикально поменялась в последние годы. Обращу внимание, что в общем-то эта цифра не равна количеству рабочих виз, потому что эти приглашения могли, один человек мог получить несколько от работодателей, мог не поехать и так далее. Скажем, в 2017 году количество именно рабочих виз, выданных польскими консульствами Беларуси, было под 40 тысяч. То же самое можно было бы сказать и про 2014 год и так далее. То есть мы видим, что динамика впечатляющая. На графике видно, что при этом доля женщин среди временных трудовых мигрантов довольно небольшая, в проделах 10-15% пока. Это тенденция с… В общем, тот факт, что беларусы все чаще ездят работать в Польшу на несколько месяцев, в общем, подтверждается и другими данными. Это и из интервью с фирмами, которые занимаются трудоустройством, например. Или, к примеру, такой показатель, как число поисковых запросов в интернете по работе в Польше. Вот также показательное. Вот тут на графике видно количество запросов из Беларуси по работе в Польше, США, Литве и России в Яндексе. На Яндекс приходится около половины поисковых запросов из Беларуси. Видно, как этот график до начала 2016 года, да, видно резкий рост по Польше. Следующий график вот еще, наверное, более показательный. Тут суммированные запросы о работе в Польше и России по полугодиям с первого полугодия 2015 года по второй полугодии 2017. Мы видим, что, скажем, на начало 2015 года беларусы чаще искали в интернете работу в России. Эта ситуация переломилась в первую половину 2016 года и сейчас количество запросов о работе в Польше от беларусов в поисковиках почти в три раза больше, чем по работе в России. В принципе, есть довольно, может быть, не очень подробная, но, тем не менее, статистика польско-официальная по регионам и сферам, где трудоустроены беларусские трудовые мигранты и, в общем-то, портрет беларусского трудового мигранта схож с тем, который мы описывали и описываем в России. То есть, это в основном беларусский мужчина 26-40 лет, который работает в строительной сфере, транспортной в Польше. Это в Варшавский регион, в Гданске или Познань. Переходя к долгосрочной миграции, если мы посмотрим на количество постоянных видов на жительство, которые имеют беларусы в Польше, их количество за последние годы не выросло значительно, но вместе с тем очень увеличилось количество обладателей карт-поляка, которые имеют право легально проживать в Польше. Статистики точные, сколько количество обладателей карт-поляка пользуются такой возможности, сколько они проводят времени в Польше, нет, к сожалению. Несколько лет назад беларусская исследовательница Ирина Вашко производила прогноз миграции из Беларуси в Польше с помощью экономической модели. И там прогнозировала, что если ОВП Беларуси и Польши будет меняться с прежними темпами, то около 35 тысяч лет беларусов переедут жить постоянно в Польшу. Это исследование было, этот прогноз был сделан около пяти лет назад, еще до того, как начался двухлетний экономический кризис Беларуси и ВВП Беларуси отбросилось на 10 лет объем ВВП, потому наверняка этот прогноз даже пессимистичный, цифра на самом деле будет большей, причем это количество выданных карт поляка, это цифра в тысячах, разумеется, более 100 тысяч выданных карт поляка на август 2017 года, это именно, это не повторяющиеся карты поляка, то есть они выдаются на 10 лет, это все соответствует количеству людей, обладателей. И наконец четвертый аспект мобильности, который раздорагивается в моем исследовании, это местно-програничное движение, соглашение, о котором было заключено еще в 2010 году, как с Польшей, так и с Литвой, и которое до сих пор не введено в действие, в принципе здесь никаких изменений, к сожалению нет и каких-то оптимистических заявлений или намеков со стороны белорусских официальных лиц о намерении запустить это соглашение в ближайшее время. Фактически оно блокируется белорусской стороной, которая хотя и одобрила эти соглашения еще и парламентом было одобрено и президентом в 2010 году Беларусь до сих пор не выполнила последний требуемый шаг, а именно не направила в польский МИД дипломатическую ноту о готовности запустить это соглашение. Мы видим, что в таблице белорусско-польское перегранище, которое потенциально входит в рамки действия соглашения, наиболее многочисленное, и это обеспечивало бы возможность жителям Гродна, Бреста и более мелких городов и поселений посещать без визы польское погранище. Спасибо, Андрей. Прежде чем мы перейдем к вопросу зала, позволю себе еще уточнить, вы сказали о прогнозах вашей коллегии по поводу того, сколько белорусов могут переехать на постоянное место жительства в Польшу, а в принципе есть ли у вас какие-то данные о динамике количества видов на жительство постоянных, которые выданы в Польше белорусам в последние годы? Именно постоянные виды на жительство цифра колеблется в пределах там 55-10 тысяч, она не сильно увеличивается. В целом, но очень важно, что в последние годы Польша значительно упростила процедуру получения вида на жительство, а в дальнейшем и гражданство Польши обладателем карт поляка. Также отменен в прошлом году например сбор за оформление вида на жительство в пределах 200 евро. Более того, если белорус обладатель карты поляка подает на вид на жительство и даже не обязательно обладатель карты поляка, имеющие основания поддаваться на вид на жительство, то в течение 6 месяцев поиска государства платит гражданину и его супруге и детям, также малолетним, если есть, определенные суммы в пределах 150-300 евро на человека в зависимости от члена семьи и в какой период времени, первые три месяца, последующие шесть месяцев делаются выплаты. То есть Польша за последние годы упростила порядок получения видов на жительство и я забыл упомянуть, я думаю, это важно еще вспомнить насчет карты поляка. Тем не менее вместе с тем в прошлом году Польша сузила категории людей, которые могут получать карту поляка и изначально в законе карта поляка возможность получить этот документ обладали белорусы, у которых предки имели гражданство Польши, то есть фактически проживавшие в межвоенной Польше. Эта категория людей с прошлого года не может заявляться на карту поляка, необходимо теперь доказывать, что у них, что их предки имели именно этническое польское происхождение. Это с другой стороны ограничивает количество категорий белорусов, которые могут потенциально заявляться на карту поляка. Спасибо нашим докладчикам. Я думаю, самое время перейти к вопросам из зала. У нас есть микрофон, я прошу говорить в него. Поднимайте руки и к вам просто подходит наш рейд. Пожалуйста. Добрый день. Мне затвести на Прус. Я представляю Польский агентство печати. Немножко холодно тут у вас. Я поэтому начну с того, что немного, наверное, поспорю со своим польским коллегой по поводу парламентских контактов хотела, может быть, уточнить, вот на чем базируется эта информация, потому что вот мы, здесь живущие журналисты, наблюдаем все-таки, что делегации разных стран европейских приезжают в белорусский парламент. Может быть, об этом не очень много говорится в западных СМИ, но тем не менее это достаточно регулярный процесс он стал. Я бы не сказала, что Польша как-то... Да, действительно, вот эта активность 2016 года, она просто была более заметна, но по факту я бы не сказала, что как-то например за 17-е и вот половина 18-го года что есть какая-то большая активность. Я помню сама, что буквально несколько недель или месяцев назад была Британия, ну, в Великобритании была делегация большая. Это первый вопрос по поводу прав человека, демокрация тоже как бы не готова согласиться, потому что так быстро могу вспомнить хотя бы один пример визита президента Германии и Австрии и вопрос Куропат, когда кроме польской делегации помимо попыток уговорить и уговорить представителей вот этих западных стран, никто больше как-то не занимал позицию, поэтому по поводу не призывал белорусских властей к теме Куропат. То есть уже как бы не привлекал внимания к этой теме. это вот вторая вещь. Я бы не сказала, что Польша как-то опять же своей политикой выделяется на фоне Европейского Союза. Я понимаю, что вот есть ритуальное заявление Андрея Викторин и всяких разных западных делегаций, которые по сути как бы своей деятельностью занимаются правами человека, они говорят о правах человека, о демокрации. так я не слышала особо, чтобы эта тема поднималась во время визитов. Так что может быть есть какие-то конкретные примеры, которые я не знаю, но я бы так не ставила вот этот вопрос. И господину Елисееву вопрос седва. Первый это 35 тысяч это на какое время перспектива была, потому что я не совсем поняла, вот когда вот эти 35 тысяч постоянных переедут жить в Польшу. Это на сейчас или на сколько это лет? И как вы оцениваете какие причины того, что белорусская сторона не хочет малого приграничного движения, чтобы она заработала? Ну власти почему боятся или не хотят? По какой причине? Хорошо. Да, это исследование было опубликовано, если не ошибаюсь, в 2000 в 2014 году и оно подразумевало, что до 2024 года с 14 по 24 35 тысяч белорусов переедут на постоянное место жительства в Польшу. По каким причинам Беларусь не запускает малое пограничное движение? Официально сейчас основной аргумент, почему Беларусь не запускает официально то, что Беларусь якобы непозволительно плохая инфраструктура пограничная и в случае запуска случится апокалипсис и будет чрезвычайно увеличиться время прохождения границы и так далее. Этот аргумент нежизнеспособный по ряду причин. Во-первых, в случае запуска соглашения жители приграничья, которые входят в эти территории, не получают это право безвизового перемещения по умолчанию. Они должны подаваться в консульство, в процедуре, получать пропуск. Их количество бы увеличивалось очень постепенно из года в год, что позволяло Беларусь одновременно улучшать инфраструктуру приграничную, которая, конечно, не идеальна Беларусь, но в принципе получше, чем многие другие отрезки на восточных границах ЕС, где работает такое соглашение, подобное соглашение. Потому реальные причины скорее политические, экономические, причем в разные периоды времени возможно превалируют более политические и другие экономические. Если мы возьмем период 2011-2013 года, то тогда в принципе по сугубо политическим причинам Беларусь отказывалась даже рассматривать этот запуск соглашения, фактически отношения с Польшей тогда были на чрезвычайно низком уровне. Беларусь требовала отмены санкций, чтобы с этим как-то продвигаться. Впоследствии, когда отношения политические наладились, я думаю, что важным аргументом стал экономический в реальности, потому что белорусские власти беспокоены, что белорусы будут еще чаще ездить и закупаться более дешевыми польскими товарами. Ежегодно сумма, которую белорусы оставляют в Польше, на товары, которые ввозятся в рамках дозволенных таможенными правилами, составляет около 700 миллионов евро в год. Это та сумма, которая в принципе минус 700 миллионов торговый баланс для Беларуси с Польшей, он не учитывается в официальной сборниках торговли товарами. Потому, кстати, Белорусский Национальный Банк, видимо, неспроста по этой причине же делал, по-моему, четыре года назад такое разовое исследование, пытаясь понять, сколько белорусы оставляют в Литве, Польше, Латвии и Украине. У них получилась сумма примерно в два раза меньше, чем по польским подсчетам. Польская цифра более реалистичная, потому, что там намного более лучшая методология, это постоянно проводится, потому, да, ежегодно белорусы 500-700 миллионов евро еще оставляют на товары продовольствие, шины, бытовую технику в Польше. Я думаю, что белорусские власти важная причина, почему они обеспокоены, что эта сумма будет еще более расти во вред белорусскому торговому балансу. Ну, я думаю, что есть некоторая также беспокойность насчет каких-то околополитическими, ну, это такие уже более долгосрочные тенденции, когда более частое посещение белорусами, более успешной экономической Польши будет подрывать доверие белорусов к официальным нарративам в телевидении правоуровень жизни в Беларуси и в соседних странах. Поэтому, я думаю, реально комплекс вот этих экономически-политических причин, это основа, почему Беларусь блокирует запуск уже восьмой год. Да, я с вами согласен, что есть визит делегаций разных европейских парламентов, которые встречаются с белорусскими коллегами, но Польшу отличает то, как часто эти встречи проходят и высокий уровень этих встреч. В Минске за последние три года два раза был вицеспикер парламента, полского Сейма, это нижшая палата нашего парламента, Рyszard Терлецкий, раз спикер высшей палаты Сената, Станислав Карчевский. И несколько раз во время их визитов появлялись их высказания, их замечания насчет того, что нужно развивать между парламентские сотрудничества, между парламентские контакты и не хватало там замечаний насчет сомнений, связанных с работой белорусского парламента, его организацией и способом выбора депутатов. А также вы спросили про ценности, демократические ценности и высказания насчет куропот. И да, это очень хороший пример, что когда состоял государственный визит президента Германии и Австрии во время открытия музея и памятника в концлагере Тростенец, с полской стороны приехал глава кабинета президента Дуды Кристоф Счерский, а не президент Дуда, потому что Польша решила, что еще слишком рано на визит еще наши отношения не на настолько хорошем уровне, чтобы состоял визит президента Польши и приехал один из его важнейших чиновников. Я тоже знаю про хороший пример, когда в августе началось дело Белта и были задержаны журналисты Тутбай и журналисты Белапан, тогда польские дипломаты вместе со своими европейскими коллегами сходили в МИД Беларуси, реагировали на это и нуждали объяснений, требовали объяснений от беларусских коллег, что происходит и почему такая акция против независимых журналистов началась. Это очень хорошо. Проблема в том, что польские власти очень плохо это коммуницируют. Мы слышим высказания высоких политиков, чиновников насчет того, как хорошим дружелюбным человеком является президент Беларуси, а то, что конкретно Польша сделала, почему президент Дуда не поехал в Тростенец, почему польский посол сходил в ведомство иностранных дел Беларуси с интервенцией после дела Белта, это полакам неизвестно. Елена Данейко, корреспондент немецкой медиакомпании Дойчев или Беларуси. Вопрос и польскому гостю, и Андрею Елисееву по поводу миграции. Как вы оцениваете перспективы в ближайшее время, хорошо или плохо для Беларуси, для беларусов, вообще последствия миграции, это хорошо или плохо? И вопрос к нашему польскому гостю, на бытовом уровне, как вы оцениваете отношение к мигрантам из Беларуси? Вот оно какое? Вызывает ли оно раздражение у людей, радость? Как относятся поляки к мигрантам из Беларуси в зависимости, может быть, от места работы? Одно дело, когда человек работает в автосервисе, другое дело, когда он врач. Я делала несколько интервью с людьми, которые работают в разных сферах. Как поляки относятся? Спасибо. Мне сложно сказать на экспертском уровне про отношение поляков к Беларусам, потому что этим не занимаюсь, но могу сказать на моем личном уровне, что мои знакомые беларусы живут в Варшаве и говорят, что я читаю в полских СМИ. Отношение поляков к Беларусам хороше. И так как в Польше уже почти два миллиона украинских трудовых мигрантов и это огромное количество вызывает разные проблемы между людьми и нет ответа политики интеграции иммигрантов, так Беларусам намного меньше. И они с одной стороны в полском обществе не очень еще видимо, потому что их действительно мало. И по разным причинам отсутствие исторических конфликтов, хорошая интеграция в полское общество, как минимум мои знакомые не встречают каких-то враждебных отношений со стороны поляков. Но разные проблемы на бирже труда, нарушение трудовых прав часто говорится в СМИ. И это проблема всех трудовых мигрантов, которые приезжают в Польшу, так белорусов, как украинцев, молдавян и так далее. Насколько отрицательные и положительные последствия от миграции и ответ заметно отличаются в зависимости от того, мы имеем в виду именно краткосрочных трудовых мигрантов или долгосрочных. Если мы говорим про краткосрочных трудовых мигрантов, которые приезжают на сезонную работу несколько месяцев и далее возвращаются в Беларусь, то я бы сказал, здесь однозначно больше положительных сторон. Для Беларуси это позволяет уменьшить социальную напряженность в Беларуси, в принципе, людям найти работу хотя бы за пределами страны. Временно переводы трудовых мигрантов, как показывают исследования в Беларуси, уменьшают в 2-3 раза количество домохозяйств, которые живут за пределами бедности и позволяют получить какие-то новые навыки, чтобы их использовать в Беларуси по возвращению. Но если мы говорим про долгосрочных мигрантов, которые остаются на постоянно в Польше, то здесь уже, конечно, становится вопрос про утечку мозгов, про то, что Беларусь теряет высококвалифицированные кадры. Здесь уже, наверное, более приходится говорить про баланс в сторону отрицательных последствий. В Польше, кстати, учатся сейчас более 5000 белорусских студентов. Польские университеты также становятся все более популярными среди белорусских студентов. И таким образом, да, высококвалифицированные белорусы, как частично те, кто уже едут в университет обучаться в Польше либо уже на более позднем карьерном этапе. Оставаясь Польшей, естественно, сказываются, ну, наносят какой-то отпечаток негативный на экономическое развитие Беларуси, в том смысле, что мы теряем добавленную стоимость, которую бы эти люди могли производить в Беларуси. Вы перечислили последствия, имея в виду миграцию генерально в любую страну, да? А если брать выбор, там, белорусы, когда едут условно в Польшу или в Россию или куда-то в другое место, вот если сравнивать вот это вот последствия, они еще какие-то есть тут еще какие-то специфичные моменты, именно связанные, поскольку доклад ваш был про Польшу. Да, то, что я сказал, в общем-то, имеет отношение к другим странам, в этом смысле Беларусь не является каким-то исключением, то есть, да, вы имеете в виду, какие последствия, можно говорить про последствия переориентации части трудовых ресурсов с России на Польшу? Ну, в общем и целом, это со временем приведет к увеличению социальных сетей беларусов в Польше и Европейском Союзе, в общем-то, увеличит количество межчеловеческих контактов с Польшей и ЕС, возможно, это какой-то будет иметь отпечаток и на ценностных ориентировках части трудовых мигрантов, которым ранее доводилось работать в России и которые сейчас имеют возможность временно пожить в Польше. Наверное, про трансфер каких-то ценностей и социальных установок, наверное, можно говорить, да, как последствия все большей ориентации временных трудовых мигрантов из Беларуси в Польшу. Да, добрый всем вечер, Вадим Можейко, аналитик, амбассадор сообщества пресс-клуба. Наверное, первую, одну из моих вопросов задала по поводу последствий этой миграции. Наверное, к Андрею я спрошу следующее. Хорошо, что мы начали развивать эту цифру, чтобы она не просто оставалась цифрой в себе, этот прогноз про 35 тысяч. Понятно, будут последствия разные. Если мы сейчас говорим о негативных, о утечке мозгов, что, в принципе, реалистично ожидать? Сегодня Беларусь может с этим и власти, а может быть, не знаю, и гражданское общество, что могут с этим риском сделать? Потому что, например, у нас сейчас висит слайд про малоприкорничное движение. Мне кажется, это вряд ли поможет бороться с утечкой мозгов. Что с этим можно менять, что улучшать, добавлять? И, наверное, к вам тогда следующие вопросы. Поскольку мы сегодня в пресс-клубе, то я хотел бы добавить вот этого медийного измерения, прозвучал, сегодня красиво спин-оп, поэтому вернусь, простите, прозвучал этот, мне понравился тезис о том, имиджи Польши как партнера гражданского общества и что его подрывает. И, по крайней мере, у меня, это может быть связано с медиасферой, складывается впечатление, что, в конечном счете, больше всего его сейчас подрывает поведение Польши не с белорусскими властями, а, в общем-то, поведение Польши в самой Польше и, безусловно, кейс увольнения Ивана Шилла с Белсата, который, в общем, вот когда мы говорили о поддержке, прозвучало увлечивать поддержку Белсата, белорусского гражданского общества, то есть, ну, мне кажется, это довольно простая мысль, что Белсат, безусловно, не является никак белорусским гражданским обществом, он является, и тут, наверное, тот случай, когда мы видим, что все больше и больше является действительно юридически подчиненным польским телеканалом и где, в общем-то, поведение его польского руководства как раз не позволяет говорить о том, что он является независимым телеканалом, потому что независимый телеканал как раз там, где его сотрудники могут критиковать президента, и поэтому, ну, мне кажется, это тема скорее для дискуссии, для всех, а в плане вопроса я тут прозвучал тезис по поводу поддержки даже ЛГБТ-сообщества, вопрос, насколько, на ваш взгляд, сегодня это реалистично ожидать от Польши, в целом, от правительства ПИС и всего такого доминирующего польского дискурса консервативного, который, на мой взгляд, вот это точно не та страна, откуда сегодня эта часть белорусского общества может ожидать поддержки. Или, возможно, я ошибаюсь, как на ваш взгляд. Спасибо. Спасибо. Я попрошу, наверное, начать с последнего вопроса, а потом, чтобы дать пространство для дискуссии, мы перейдем к вопросу о репутационных издержках. Что может Беларусь сделать, чтобы переломить ситуацию? В реальности мало чего, на самом деле, потому что для хорошей миграционной политики нужны большие деньги, чего в Беларуси и нету, потому что Беларусь может сделать, чтобы переломить ситуацию в среднесрочной перспективе, это, во-первых, заняться экономическими реформами у себя, во-вторых, она может хотя бы упростить, заниматься тем, чтобы легализовать эти каналы и упростить жизнь трудовым мигрантам, заключить двухстороннее соглашение про социальное обеспечение с Польшей и другими странами ЕС. В Беларуси таких только пока с Литвой и Латвией есть старые соглашения. И более активно работать с ЕС и Польшей, чтобы определять существующие потребности стран ЕС в конкретных профессиях и излишек трудовой силы у себя по ним и таким образом способствовать регулярной временной трудовой миграции. Пожалуй, это все, что реалистично Беларусь может сделать. Вот у нас среди аудитории есть Владимир Загорец и другие миграционные эксперты. Может быть, они дополняют как-то. Владимир Загорец, экономический университет. Если в 90-м году ВВП на душу населения в Беларуси было хоть чуть-чуть, но больше, чем в Польше, сегодня в два с половиной раза в обратную сторону. Поэтому ну что сделать? Свою экономику развивать? Как в том фильме лебеди улетают. Кормить надо лучше, а улетать не будут. Однозначно абсолютно. Пока экономика такая кривая, миграция будет. Спасибо. И был вопрос еще про такие вещи, как поддержка ЛГБТ-сообщинства. Сколько это реально, да? Сейчас. Да, спасибо за ваш вопрос и за ваши комментарии. Вот. Может, кажется, казаться, что не соблюдать демократические ценности внутри страны и в отношениях с Европейским Союзом а громко про них говорить соседам с достаточно партнерства это полная лицемерия. Но это возможно и мы это видим за последние годы, что Польша может не соблюдать рекомендации не знаю, на русском Венецкой комиссии про реформы юстиции в Польшу, а давлить или намекать на грузинских коллег, чтобы внедрали все рекомендации этой же комиссии. Но еще есть отличие между политиками права и справедливости, руководством МИДа, руководством партии, а дипломатами, которые продолжают свою работу и много проектов продолжается. Это не полная революция, которая произошла в Польше в 2015 году и не все действия Польши прекратились и наши дипломаты продолжают с разными проектами. Ну и как бы насчет этого конкретного вопроса про поддержку межсинства ЛГБТК плюс. Да, шансы, что будут дополнительные деньги со стороны Польши на такие программы не очень высокие, но шансы на то, что деньги, которые в разных фондах государственных есть, будут тратиться на такие проекты, такие шансы есть, потому что это не Ярослав Качынский и не Яцек Чапутович, министр иностранных зил разделяют эти деньги, а профессиональные чиновники, которые оценивают качество проектов, а не только их содержание. Так что мой ответ неоднозначный. Да, есть шансы, что поддержка будет, да, есть тоже риски, что такой поддержки не будет. Вопрос про репутацию, собственно, про репутационные издержки в связи с действиями польского правительства по поводу потепления с властями Беларуси. И вот Вадим привел в пример кейс с увольнением Ивана Шилла с телеканала Белсад за фактически критику критику польского президента. Понятное дело, что этот кейс обсуждался в моей наверняка Вадима Ленте фейсбука очень активно, с другой стороны мы все рабы своего пузыря фейсбука и своих других пузырей. Вообще с вашей точки зрения насколько существенной, насколько серьезной является сама проблема именно репутационных издержек вот этих действий польского правительства с точки зрения именно имиджа Польши в глазах белорусского гражданского общества. И существует здесь в принципе серьезная проблема или она с большего надумана? Вот, мне сложно комментировать пример редактора Шилы и того, что произошло в Белсаде, потому что я знаю то, что вы все знаете, что мы читали в СМИ. Никаких там инсайтов у меня нету и потому сложно комментировать. Я тогда отвечу совсем другим примером. Моя коллега поехала в Украину в 16-м году разговаривать с судьями и внедрять проект про независимые суда. И украинские судья спросили, почему вы нас учите про независимость судов и про демократическое правовое государство, когда вам это в Польше надоело? По-моему, это лучший ответ на вопрос про нашу крабиделит и нашу имидж за границей. Спасибо большое. Еще вопросы. Ольга Абрамова, пожалуйста, сначала. Спасибо. Эксперт аналитический центр стратегии. Вы говорили о том, что увеличились последние годы межпарламентские контакты по линии белорусского и польского парламентаризма. На самом деле они были с начала 2000-х годов очень интенсивные и не всегда публичные. Их было очень-очень много, в том числе по вопросу об отмене смертной казни. Я сама в 2001 году с трибуны парламента внесла предложение впервые о моратории на смертную казнь, бессрочную мораторию. И не могу сказать, чтобы это встретило какой-то афронт, безразличие, нежелание это обсуждать. Потом было с очень высоким уровнем представительства мероприятия. Руководил им с западной стороны Терри Дэвис известный. Там были весьма статусные парламентарии из многих стран. Но правда должна сказать, что за все те годы, 8 лет, что мне пришлось наблюдать приезды парламентарии парламентарии поляков я как-то не зафиксировала в памяти. Но я не понимаю, чего польские парламентарии ждут от этих контактов. Потому что сегодня, если в прошлом еще можно было в начале 2000-х годов иметь некие иллюзии относительно возможности изменить белорусский парламентаризм изнутри, то, по-моему, сейчас эти иллюзии должны быть сведены в ноль. Потому что совершенно понятно, что без изменения рамочных условий, без изменения полномочий парламента здесь никаких реальных успехов добиться невозможно, за исключением готовности белорусских властей и внутренних белорусских депутатов обсуждать те вопросы, которые входят в белорусскую повестку дня. То, что интересует Беларусь, это пожалуйста. Вот если вы, допустим, поставите вопрос в такой плоскости относительно моратория на смертную казнь, вы говорили о ценностях, сказав, что в этом случае Польша будет лоббистом Беларуси по продаже электроэнергии с белорусской АЭС, этот вопрос, наверное, как-то вот встретил бы большее понимание, понимаете? Тут я не совсем понимаю, просто это похоже на какую-то игру, я бы сказала, так, когда говорится, что мы должны продвигать ценности, да их продвигали очень долго, самые значимые парламентские делегации из Европы. Это продолжалось чуть ли не 10 лет, но и результата, в общем-то, было очень-очень немного, разве что белорусские представители объяснили им, что менталитет нашего народа не позволяет то-то, то-то и то-то. Спасибо. Будет ли ответ стран спикеров или мы продолжим? Да, пожалуйста, еще вопрос. Издательская группа дела «Запорожец, Константин». Журнал дела «Восток плюс Запад». Хотел бы вот такой вопрос Кшиштофу задать. В ближайшее время, как предыдущий оратор говорил, будет открыта наша атомная станция в Островце. Известна позиция Литвы, категорически против этого. И в данном контексте хотелось бы услышать позицию Польши. Взгляд из Польши, как вы видите эту ситуацию и готовы ли бы выступить партнером в этом опросе или, скажем так, адвокатом в Евросоюзе, Белоруссии по этой энергетической программе. В данном случае я считаю, что если позиция Польши будет положительной, это и увеличит экономические связи, как я вижу, как вы назвали, что у нас 2-3 миллиарда оборот, а с Украиной 4-5. То есть учитывая, что у нас в 4,5 раза меньше населения, а разница только в 2 раза, то получается мы более интегрированы с Польшей. Так вот, если, допустим, поддержка из Варшавы пойдет, допустим, нашей энергетической программы, атомной энергетической программы, я считаю, что это добавит политический вес Польши и усилит интеграционные связи, а соответственно и вес Польши в глазах Белоруссии. И вопрос господину Елисееву. Вот по поводу карты поляка, такой вопрос, скажем так, неоднозначный. Не считаете ли вы, что карта поляка разъединяет где-то однородное белорусское общество, не решает проблем в Польше и создает проблемы в Белоруссии для такого размежевания? Если кто-то докажет первородство, большую близость к Польше, он имеет возможность получить, а сосед рядом такой же. Не считаете ли вы, что это не совсем хорошо, если разделить хорошо или плохо? Насчет карты поляк, ваше мнение? Спасибо. Насколько я помню, официальная позиция Польши по БелАЭС была в том, что Польша не будет закупать энергию, там не шла речь о том, что Польша лоббировала интересы. Может быть, что-то изменилось? Я не знаю. Нет, ничего не изменилось. Польша, насколько я знаю, получила предложение со стороны Беларуси покупать энергию в Островце и этот запрос остается без ответа. Не было официально сказано, что мы не будем никогда покупать энергию со Островца, но никакого положительного ответа тоже не было. И мне сложно, честно говоря, представить себе, что Польша может стать каким-то посредником в продаже беларусской электроэнергии с атомной электростанции в Европейский Союз. надо понять, что у нас построение польской атомной электростанции это вопрос, который обсуждается уже 30 лет, если не больше, и есть огромные сомнения общества насчет рисков. Стройка первой единой полской электростанции атомной была приостановлена после взрыва в Чарнобыльской станции в 86-м году. И с тех пор новой строительства не начала. И если по-моему это политическое самоубийство, сейчас сказать, что мы будем покупать электроэнергию с атомной электростанцией, которая расположена довольно близко к польской границе, которая построена с использованием российских технологий, и общество на это не готово, не будет согласно. А что вы сказали насчет экономических отношений? Да, смотрите, в Европе порядка 400 атомных станций. 400. Больше ни одной. если вы декларируете, что мы хотим уменьшить зависимость от энергоносителей российских, то на поверхности лежит зеленая энергетика и в том числе атомная энергетика. И здесь поддержав Белоруссию в этом, как я вижу, вы улучшите интеграционные связи и ваш вес Польши в глазах Белоруссии и правительства в том числе я считаю там значительно повысится. То есть если вы выступите опять же если вы декларируете что углубляем интеграцию увеличиваем взаимоотношения считаю что это рационально просто взгляд из Польши почему с одной стороны вы декларируете что надо сближаться а с другой стороны когда приходят такие вопросы такие вопросы то есть мы можем завидеть польши и спасибо за ваше мнение я хочу напомнить что Кшиштос не представляет польское правительство здесь то есть применительно к нему вы здесь наверное употреблять Я просто скажу, что этот вопрос обсуждать на чисто экономической точки зрения невозможно, потому что тут большой политический фактор, огромный фактор страха перед энергией сатома и все. Я еще хотел одно предложение на счет того, чтобы сказали, что считая размеры популяции Беларусь более экономически связана с Евросоюзом, чем Украина. Это неправда. Украина подписала с Европейским союзом DCFTA, это договор о углубленной торговле и свободном торговом пространстве. Такой договор между Беларусью и Польшей, между Беларусью и Европейским союзом не существует и существовать не будет в ближайшие годы. Леонид Злотников, экономист. У меня такой вопрос. Вы начали свой доклад с того, что Польша это как бы площадка, через которую к нам идут европейские ценности, мы продвигаемся ближе к Европе и так далее. Но ведь после 2015 года там такой же популистский режим, как и в Беларуси примерно. И говорить о том, что мы знаем, что происходит в Польше сейчас, тот переворот в ценностях, который насаждает ПИС. И я считаю, что сейчас Польша не может служить образцом и проводником европейских ценностей. Более того, собой Польша угрожает исключение из Европейского союза. Поэтому я думаю, что это не вечно, хотя выход из популизма всегда был тяжелым, мы это знаем, в любой стране. Но, конечно, это не вечно, я так предполагаю, дай Бог, чтобы это прошло. Потому что я смотрю, например, что в конце прошлого года у ПИС и, скажем, у гражданской платформы было соотношение 43 к 18 по проценту голосов, которые они могли бы получить в моменты опроса. Сейчас где-то 38 и 23, так, и немножко влияние ПИС уменьшается. Но все-таки, как вы считаете, станет ли Польша в ближайшие годы действительно проводником европейских ценностей? Изменится ли ситуация после очередных выборов президента в парламент и так далее? Потому что в целом в Европе немножко зрях произошел от популизма, так сказать, какой-то стабилизации после того, как экономическое положение улучшилось. Это такой провал в Европе был, это кризис мировой повлиял на взлет правых сил и так далее. Какая ситуация в Польше? Изменится ли что-то? Я уточню, ваш вопрос касается Польши как проводника европейских ценностей в принципе или для Беларуси конкретно? Для Беларуси? Ну какая разница, они там перейдерутся с Украиной или, по-моему, Беларуси? Спасибо. Популизм это не только польская проблема, даже не общеевропейская проблема, а проблема всего западного мира на данный момент. И да, то до какой степени Польша может представлять европейские ценности сейчас вне своих границ под вопросом, но наши сложные, усложняющиеся отношения с Европейским Союзом тут не должны влиять, потому что мы говорим европейские ценности, но это демократические ценности записанные в нашей Конституции, записанные в декларациях по правам человека. Они не прямо связаны с Европейским Союзом. Я надеюсь, что Польша сможет продолжать поддержку демократических ценностей, так в Беларуси, как в других странах, с использованием разных программ. Либо это наше участие в программах ООН, либо в программах Совета Европы, либо в программах Европейского Союза, либо в наших государственных программах помощь, поддержки, развитие. Ну, насчет того, как это выглядит, если мы не соблюдаем ценности внутри страны, а пытаемся их распространять вне наших границ, я уже сказал, это выглядит, это похоже на лицемерие. Все-таки еще один вопрос у меня будет по поводу европейского контекста. В принципе, понятно, что улучшение двусторонних отношений, которое произошло до той степени, до которой оно произошло, оно сторонами часто видится в экономической прагматической плоскости с точки зрения, что вот Польша может стать проводником белорусских товаров сначала, а потом белорусских интересов в более широком контексте Европейского Союза, и наоборот Беларусь, или по крайней мере такая позиция декларироваться белорусскими властями, что неплохо бы, чтобы Беларусь стала проводником польских товаров или интересов на пространстве Евразийского экономического союза. Учитывая сложности в отношении Варшавы с Брюсселем, которые сейчас существуют, учитывая сложный очень международный контекст, все-таки вот с вашей точки зрения, насколько большую роль может Польша сыграть в улучшении отношений Беларуси с Европейским Союзом и со всем западным миром, вот учитывая текущий контекст. Вот, с точки зрения экономики, конечно, Польша интегрирована в европейский рынок и после введения санкций по отношению к России мы видим, как хорошим производителем креветки или лосося стала Беларусь и как реэкспорт европейских товаров повышает экономические отношения между Беларусью и Европейским Союзом. Но вы даже раньше спросили, как вписывается Польша в европейскую политику. В некоторых областях хорошо, в тех, которые тоже интересуют Европейский Союз. Но то, что сказал Андрей, то, что сказал я в своем докладе, есть темы, которые совместны для Польши и Беларуси, но они не очень интересны Брусселу или другим европейским столицам. Например, Бельгия, Франция, Германия не имеют своего большого меньшинства в Беларуси, за которого право надо бороться. Нет вопросов исторической памяти. Нет до такого степени трудовой миграции. Да, конечно, есть миграция в другие страны. Но Польша, как самый близкий сосед, является целью большинства мигантов, которые едут в Европейский Союз. И поэтому есть тема, где Польша вынуждена строить свою политику по отношению к Беларуси, и где координация с Европейским Союзом просто невозможна, потому что европейских коллег, дела польских дипломатов в этих областях не интересуют до такой степени, чтобы координатировать политику. Меня зовут Александр Цимбал. Я бы хотел задать вопрос нашему польскому гостю, Шиштофу. В выступлении в вашем докладе прозвучала тезис о прагматизации польской политики в отношении к Беларуси. У меня в связи с этим один вопрос касается этого. На ваш взгляд, вот эти заявления, даже тот же самый вице-министр Барташ Тихоцкий неоднократно в интервью говорил, что в отношении Беларуси мы сначала решаем вопросы исторические, потом переходим ко всему остальному. Вот эти идеи офенсивной политики, историчной и так далее, как это озвучилось в Польше, как это вообще соотносится с идеей прагматизации польских и польско-белорусских отношений. А второй вопрос, опять же, тот же самый Барташ Тихоцкий неоднократно упоминал, что среди экономических отношений, политики, памяти и так далее, и также вы в своем выступлении затронули этот вопрос достаточно скользь, есть такой вопрос еще как и безопасности. И в связи с этим, вот на ваш взгляд, может ли, например, тоже строительство появления форта Трамп в Польше каким-то образом иметь свои импликации, скажем так, на польско-белорусские отношения. И, кроме этого, на ваш взгляд, вы говорили о рекомендациях, на ваш взгляд, есть ли какие-то проблемы или угрозы возможны в польско-белорусских отношениях? Спасибо за эти два вопроса. Насчет высказаний министра Чеховского, это заместитель министра иностранных дел Польши, да, он ставляет исторические вопросы на первом месте, но мне кажется, тут побольше на политику pragматизации польско-белорусских отношений с Белоруссой повлияли слова текущего премьер-министра, а тогда во время визы в Минске вицепремьера Польши, Матуша Моравецкого, который сказал, что экономика и экономическое сотрудничество являются приоритетом в отношениях с Белоруссией. Да, у нас очень сильное общество так называемых кроссовяков, людей, которые представляют семьи тех, кто жил в Белоруссии, в западной Белоруссии, в польские времена, в Второй Речи Посполитой. И это очень важная часть электората права и справедливости, поэтому исторические вопросы не исчезнут с повестки дня польского правительства. Они там будут, они важны. То, что я тоже сказал насчет символических нужд Польши. Да, это важно. Но правительство в целом стремится к развитию экономических вопросов и рассчитывается на то, что если станет хорошим экономическим партнером Минска, тогда просто будет решать исторические, символические вопросы. Насчет безопасности. Да, Польша и Белорусс находятся в двух блоках, в двух разных системах безопасности. И, конечно, размещение баз НАТО в Польше плохо повлияет на отношения Польши с Россией. А поскольку Россия и Белоруссия развивают свою совместную систему безопасности, также с точки зрения безопасности может плохо повлиять на отношения Польши с Белоруссией. И мне кажется, это на сегодняшний день теоретический вопрос. И размещение постоянной базы НАТО в Польше, и какая-то строго серьезная реакция Белоруссии. Очень серьезный вызов в наших отношениях – это Россия. Значит, будет ли момент, когда Россия начнет давить на Минск, чтобы останавливаться в улучшении отношений с Польшей и с Европейским Союзом. И к этому может привлечь, ну, мы можем дойти до какого-то момента, когда Россия будет чувствовать, что это опасно для союзного государства. Может быть так, что одна из сторон сделает какой-то неожиданный Россией шаг, который начнет реакцию России. И, по-моему, очень важный второй вызов – это то, что Польша не сможет содержать то, что мы называем игрой на многих фортепианах. Значит, слишком сильно будет сотрудничать с официальным Минском, а слишком слабо поддерживать независимые круги. К Ширсову, может быть, Андрей присоединится еще. А почему действительно Россия пока не обратила на это внимание публично, пока именно Россия сотрудничает в Беларуси с Польшей и с Евросоюзом в целом? Почему это до сих пор не произошло? Нет такого давления? Прекратить, по крайней мере, в публичное пространство это не выносится? И что может быть таким триггером для возникновения такого давления, с вашей точки зрения? Есть несколько теорий насчет того. Один – это что развитие отношений с Западом с Беларусью проводится в координации с Россией. Значит, что Россия знает о шагах, которые сделает Беларусь, и она не против. Это не случается внезапно. Второе – это падение российской экономики. Как известно, беларуськая экономика зависит от поддержки со стороны России. А у России не хватает денег на это. И поэтому это России удобно, если Беларусь ищет источники финансирования в других местах. И посмотрите, у нас развивается экономическое сотрудничество, а в политическом сотрудничестве на повестке дня с самого верху находится экономика, а не политическое сближение, не политическое сближение к Евросоюзу, нет ценностей, как мы заметили. И поэтому Россия не рекомендует. Я бы не преувеличивал угрозу для России и белорусско-российских отношений. Тот масштаб нормализации, который сейчас наблюдается между Беларусью и Польшей, и Беларусью и ЕС. К примеру, Армения состоит в Евразийском союзе, является тоже чрезвычайно близким военно-политическим союзником России. И давным-давно имеет соглашение о партнерстве и сотрудничестве с ЕС, имея сейчас специальное соглашение с Европейским союзом, которое довелось заключить после того, как вступили в Евразийский союз, если не получилось договор об ассоциации, Армения имеет упрощенный визовый режим с ЕС. То есть эти шаги, тот масштаб нормализации, про который мы говорим, отношения с ЕС, он вообще, в принципе, никак не вредит стратегическим интересам России, не ставит их под угрозу российско-белорусские отношения. Я хотел бы вернуться быстро к вопросу про карту поляка, который ушел. В принципе, это, да, такой неприятный шаг со стороны соседнего государства. Тут Беларусь, в принципе, он не нов, это подобная инициатива карты Генгра, например, которая была неприятна Словакии, Украине. В этом смысле реакция белорусских властей о недружественном шаге не странная. Более того, я полагаю, что в демократической Беларуси, возможно, реакция была бы еще более резкая, и возражения по этому поводу высказываются еще более часто больше. Но, тем не менее, важно понимать, что, скажем так, подобное законодательство есть и у России по отношению к белорусам. В законе о российском соотечественнике тоже говорится, такие условия стоят, что, в принципе, сотни тысяч белорусов при желании могут получить российское гражданство. Но они это не сделают, потому что, в принципе, и так имеют возможность в Россию приезжать работать или приезжать жить на долгосрочный период времени, если захотят, учитывая ту интеграцию, которая существует между странами. Эти десятки тысяч белорусов, которые получают карту поляка, многие из них, и далеко не все из них, получают ее в связи с необходимостью сохранить моральную связь с Родиной, как это говорится в законе карта поляка, но используют это как механизм, экономический механизм и механизм легальный иметь возможность ездить в Польшу временно либо постоянно. И тут мы приходим к тому, что уже мы говорили, в принципе, если бы у Беларуси была сильная экономика, и то большой части обладателей карты поляка современных, в принципе, не было бы необходимости ее получать, чтобы поддерживать связи с Польшей, с родственниками в Польше и так далее. Спасибо большое. Тут остается у нас уже не так много времени, но прозвучала еще одна тема, мимо которой я не могу просто пройти. Тема военная, на самом деле. Мы в самом начале дискуссии говорили, что контекст потепления между Беларусью и Польшей это, скажем так, стремление Беларуси диверсифицировать свою внешнюю политику, внешнеэкономическую деятельность и так далее. Если грубо, стремление несколько дистанцироваться от той зависимости, которая существует с Россией, естественно, в тех рамках, в которых это возможно в данный момент времени. Однако последнее движение и последнее действие Польши в области оборонной политики, по мнению многих экспертов, сужают пространство для маневра самого Лукашенко и Беларуси перед Путиным. Я имею в виду сейчас не только базу Трампа пресловутую, я имею в виду и закупки Польши и многочисленного вооружения, это зенитно-ракетные комплексы Патриота и оперативно-тактические ракетные комплексы Хомар и дальнобойные крылатые ракеты для истребителей в 16 польских, а также то, о чем заявлял министр обороны Марьюш Блащак, три новых бригады в Седальце, недалеко от белорусской и польской границы. Понятное дело, что напрямую против Беларуси эти меры, ну, навряд ли направлены, но вот такую немножко напряженность дополнительную на тех же переговорах Лукашенко и Путина, Минска и Москвы, они создают. То есть эксперты говорят о том, что сложнее будет Лукашенко уходить от вопроса о военной базе российской, например, как ответа на действия Польши. Как вот эти военные действия вписываются, не вписываются, с вашей точки зрения, в общий контекст потепления? Я не имею впечатления, что военные темы обсуждаются на высоком политическом уровне между Польшей и Беларусью. А почему они обсуждаются? Ну, если есть представление у вас, какое-то вот. Мне кажется, потому что две стороны понимают, что это вопрос между НАТО и Россией, между Польшей и Россией, и ни Польша, ни Беларусь не имеют интереса эти темы развивать. Да, то, что вы сказали, что чем больше баз НАТО и сил НАТО в Польше, там больше может быть давления России строить очередные базы в Беларусь. Да, это возможно, но мне кажется, вопрос с этой точки зрения не обсуждается. В Польше больше всего смотрится на одну огромную военную базу, которая называется Калининградская область, которая на нашей северной границе, где размещено невероятное количество военной техники, которая в контексте того, что произошло в Крыму, в Восточной Украине, а также несколько лет раньше в Грузии, это вызволяет страх в Польше. И поэтому желание сделать Форд Трамп, или как он там может в конечном итоге называться. Меня зовут Буконкин Денис, директор Центра изучения внешней политики и безопасности. Я бы хотел, это будет вопрос на форме реплики. Просто, насколько я знаю, поляки планируют построить две атомных электростанции и начать строительство в 2019 году, закончить первый блок в 2024, окончательно обе атомные электростанции в 2030. Это если мы говорим о продаже и покупке. По-моему, у Польши есть свои собственные национальные интересы в продаже собственной электроэнергии, в том числе и включение их в общую европейскую сеть. И хотелось бы услышать ваш комментарий по этому поводу, потому что вы больше к таким моральным склонялись. А я думаю, что здесь чисто прагматические интересы Польши относительно отказа от белорусской энергии. Это первый вопрос. И второй, относительно безопасности. Здесь озвучилось про Форд Трамп. И так далее, и тому подобное. Тем не менее, я бы хотел сделать такое замечание, что, в принципе, на сегодняшний день все эти шаги, они больше демонстрируют с обоих сторон боязнь. То есть и готовность к эскалации прислониться к старшему партнеру или большому брату, которого, допустим, Польша рассматривает Соединенные Штаты, Беларусь рассматривает в качестве такого гаранта безопасности Россию. И в тот момент, как это демонстрирует неготовность так называемых малых стран решать собственные проблемы на местном уровне. И поэтому, в принципе, это демонстрирует как раз таки слабость и ослабление наше, чем усиление или способ обеспечения собственной безопасности. Спасибо. Быстренько отвечу, если можно. Вот насчет атомной электростанции, то, что польское правительство говорит, что хочет построить в течение 15 лет такую станцию, что не значит, что построить. Будет сделан опрос, окажется, что большинство поляков против, что боятся атомной электроэнергии и такая станция не построится. Если было бы политическое желание, без проблем можно бы подписать договор с Беларусью, покупать энергию в течение 10 лет, пока у нас атомной электростанции нет. Но такое решение не принимается и, наверное, не примется. Насчет эскалации. Ну да, есть разные точки зрения. Польша после Крыма обратилась к латинской максимуме севиз пацем парабеллу. Если хочешь мира, готовься к войне. И считает, что гарантией безопасности Польши является существование на нашей территории союзных войск, союзников с НАТО. Спасибо. Ну, на самом деле, время завершать такой подводящий итог, наверное, вопроса на будущем. Как далеко может зайти то, что происходит сейчас в отношениях двух стран? Это потепление, какие сценарии вероятного развития? И какую роль потепление с Польшей, опять же, может сыграть в европейском контексте? В контексте потепления белорусско-европейских отношений? Кшиштов продолжит политическую тему по миграционной сфере. Могу лишь кратко сказать, что однозначно эти тенденции продолжатся. Наверняка будет расти доля женской миграции в Польшу в какое-то ближайшее время, которая пока является сравнительно небольшой. В общем, мне кажется, что в плане миграционном, учитывая экономическую ситуацию и прогнозы по Белоруссии и по Польше, ситуация на ближайшие годы и среднесрочную перспективу довольно однозначна. С точки зрения политических вопросов я оптимист. Мне кажется, если не будет неожиданных шагов, если не будет нового давления против опозиции со стороны белорусских властей, если режим не будет более строго реагировать, если будет продолжать такую политику, какая есть, то две стороны смогут развивать этот экономический диалог и политический диалог, и я надеюсь, Польша включит тему ценностей в этот диалог, и тогда наши отношения будут развиваться. Конечно, есть и черные сценарии, которые просто себе представить. Это сорвание диалога после того, как белорусское руководство поменяет мнение, это поменение, отмена диалога под влиянием России. Конечно, такие сценарии есть, но кажется, что есть взаимопонимание между польским и белорусским руководством насчет развития соседских отношений. Спасибо большое нашему уважаемому спикерам. Подводя итог сегодняшней дискуссии, скажу, что да, Польша и Беларусь, несмотря на то, что мы являемся членами, наши страны являются членами разных политико-экономических блоков. Последние годы, и это связано и с внутриполитическим изменением в Польше, и с изменением фона регионального и внешнеполитического, действительно, отношения развиваются, прагматизм в них возобладал. На данный момент, хорошо это или плохо, это отдельная категория. Мы тут выслушали разные мнения на этот счет, но, тем не менее, товарооборот растет, экономические отношения развиваются. Не все вопросы, наверное, решаются так, как они должны решаться. Есть темы более прагматического характера, есть темы более чувствительные и сенситивные, но, тем не менее, наши спикеры, я вижу, обладают оптимистическим взглядом на будущее. Спасибо большое EastCenter, нашему партнеру по сегодняшнему мероприятию. Здесь еще можно остаться и задать в личном порядке вопросы нашим спикерам и друг другу, выпить чашку кофе или чая. Спасибо, что пришли сегодня. Приходите в пресс-клуб еще. Спасибо. Спасибо. Спасибо.